Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Продолжаем наш утренний эфир на канале Россия-1. Сегодня наша программа будет посвящена искусству. И скоро в нашей студии появятся очень интересные гости. Ну а пока они подойдут, давайте узнаем, какую погоду нам обещают наши синоптики. Субтитры предоставил DimaTorzok Дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем 27-29 градусов тепла. И сегодня у нас в гостях заслуженный деятель искусств Дагестана, заслуженный художник Карачаева-Черкесии, академик Академии художеств Казахстана Кашалий Зарманбетов и его очаровательная супруга, моя коллега, член Союза писателей России, народный поэт Карачаева-Черкесии Фарида Седохметова. Так случилось, дорогие друзья, что в семейной паре нашей одно за другим произошли два значительных события. У тебя, Фарида, вышла в Москве в свет новая книга «Судьба мамы поэзии», а Кашали побывал на персональной выставке своего учителя, известного Нагайского художника Сраждина Батырова. Сначала у тебя, Фарида, вышла книга, с тебя и начнем. Хорошо? Хорошо. Итак, Фарида, твоя книга – это результат 40 лет твоей творческой деятельности, потому что в эту книгу вошли стихи разных лет, в том числе и последние стихи, вошли переводы твои и современных Нагайских поэтов, и поэтов в Средневековье, а также переводы русской классики, что особенно интересно. Насколько я помню, в последний раз твоя книга выходила где-то в начале 2000-х, по-моему, так, да? В 2009-м выходила, вот именно у нас, в нашем книжном издательстве. Потом в 2016-м выходила, но она как бы была издана за свой счет, но у нас же в Черкесске, у нашего любимого издателя Тамова. И вот, наконец-таки, такое событие. Я думала, что когда ты узнала о том, что будет презентация твоей книги «Выход», наверное, рада была, прыгала до потолка. Ой, ты знаешь, Оль, каждый раз вроде радуешься, но волнения больше. Первая презентация у меня прошла в Махачкале, как раз вот только у меня юбилей, 55, буквально через 2-3 дня в Махачкале в театре поэзии. Туда я поехала вся такая. А потом, вот из-за пандемии, из-за всего, почти год я ждала вот этой презентации в Москве. И для меня эта презентация в Москве, ну, ты понимаешь, для поэта Москва, там литературный институт, там союз писателей. И там же вот, сколько там нагайцев в Москве. Спасибо вот этому культурному центру ДАР, который нам предоставил бесплатно вот это здание библиотеки. И там вот ученик Кошали Джалил Уразбаев. Вот на эту огромную стену сделал баннер. Вот там вот он есть на фотографии. Сзади Кремль, Красная площадь, и я, и мои книги вот так вот веером. Я когда это увидела, думаю, боже мой, неужели это я? Это ты, ты. Для меня это был вообще вот какой-то эмоциональный шок. Но я счастлива, что пришли люди, пришли люди разных возрастов. Вот мы всегда говорим, у нас молодежь книги не читает, стихи не знает. Пришли молодые парни, девочки, читали стихи на нагайском языке, читали на русском языке, пели песни на мои слова. Пришла моя учительница Татьяна Павловна. Она преподавала мне русский язык, когда я училась в Гудермейском педагогическом училище. А сейчас она живет в Москве и входит в десятку лучших русовидов России. Скажи, а как встретили твою книгу? Вот ты говоришь, читали стихи. Но ты же тоже читала свои стихотворения. Как встречали? Я вот всегда, когда я читаю, да, кто-то, некоторые вот подходят, заранее даже просят и говорят, пожалуйста, прочтите вот это стихотворение, прочтите вот это. Но есть люди, которые вообще ни разу ни моих стихов не читали, и книги не видели. И вот я про себя думаю. Вот я беру эту книгу в руки и открываю, и думаю, что чувствует человек, который в первый раз берет книгу в руки и читает. Мне просто хочется побывать вот в его состоянии. Я тебе могу рассказать. Я думаю, что я испытываю точно такие же чувства, испытала, как и другие. У нас же как? Нет пророка в своем отечестве. Ну, пишет поэт, ну что он там может написать? Он живет у нас тут, ничего особенного. И когда я первый раз... Рядом тут. Да, да. И когда я первый раз открыла твою книгу, прочитала твои стихи, меня просто вот как громом поразило. Я не ожидала, что настолько высокая поэзия. Я не знаю, как ее передать. Что такой талант... А вот он каждый день на работе, я его вижу. Оказывается, какой талантливый человек. Это в корне изменило отношение к тебе. Я поняла, что вот талантливые люди, мы об этом говорим, но они действительно живут рядом с нами. Я тебе скажу одним словом. Потрясение. Спасибо. Вот честно. Это честно. Я думаю, что такие же чувства испытывают все остальные. А вот почему я бы хотела нашим зрителям пояснить, может быть, они не слышали твою поэзию. Ну, знаешь, что Фарида Седахметова не слышали. У меня к тебе предложение. Прочти нам что-нибудь. Я с удовольствием прочту. Вот стихотворение называется «Колесо». Это одно из тех, которые я написала. Но я хочу сказать, что это написано было в 2019 году еще до спецоперации. Просто у меня здесь есть слова такие, что могут не так понять. Поэтому стараюсь заранее, как бы на берегу колесо. Но это, я так думаю, что это стихотворение, оно не просто так родилось. Это переживание, раздумие. Это наше, вот это нутро наше российское. Я сегодня утром, вот мне дали послушать вот этот певец-шаман, Песня «Я русский». Я сидела и плакала. Я слышала это и плакала. А это почти то же самое. Кто в кого проникал? Кто кому отдавался? В чьих руках этот танец теней? Этот голга-пока? Это ритмика вальса? И степная моя половецкая пляска, Рассечение вод и огней. Кто кого осквернил? Кто пред кем присмыкался? Никогда никого не кляни. Не томи же. Верни свояка ординарца. Закажи мне всего лишь прелюдию вальса И в молитве меня помяни. Я тебя отмолю. Я тебя замолюю на холстах, Что при мне не сожгли. И в причистом хмелю Я оставлюсь смелее Этот возглас. Тебя я люблю. Я сумею дотянуться до края земли. Той земли, Что меня зачала и носила. Той земли, что тебе не понять. Это наша с тобою земля. Наша сила. Нами предана. Нами сто крат возносима. Наша вечно гонимая мать. Замечательно. Иногда думаю, откуда это? Откуда это? Да кто мне дал право? Значит, кто-то дал? Если я посмела такое написать. Сама иногда в потрясении. Потому что мало ли что ты там пишешь. Ромашки, букашки о любви. А это уже другого уровня. Полет. Вот как с тобой продолжать дальше разговор? Я бы хотела такую легкую беседу. А после этого стихотворения? Да, когда это трудновато. Да. Ну, не будем. Давай на легкую. Парида, хорошо. Я тебе, знаешь, что предлагаю? Ну, хорошо. Там у тебя есть переводы. Причем и тут же на Ногайском, тут же и на русском языке стихотворение. То есть Ногайс может прочитать на родном языке, а тот, кто не знает Ногайского, на русском. Это вообще великолепно. Вот у тебя там есть переводы русских классиков. Пушкина. Да. Предлагаю, чтобы зрители, я думаю, они уже поняли, какой талантливый человек сидит у нас в гостях. Но я хочу предложить тебе. Я читаю Пушкина. Куплетик. А ты нам стихотворение на Ногайском. Мы послушаем, как. Как это звучит? Да, звучит Пушкин. В 2016 году Пушкинский музей решил издать книгу стихотворения Пушкина. Одно единственное стихотворение, я помню чудное мгновение, на всех языках народов России. И мне звонят из Министерства по делам национальности и говорят, вы сможете? Я говорю, я смогу. Сама бы не посмела, но раз дали мне такой толчок, пинок, я сделаю это. Но сейчас мы оценим. Все равно музыкальный струй, он-то чувствуется. Давай, я читаю первый куплет, и все стихотворим. Хорошо. Я помню чудное мгновение, Передо мной явилась ты, Как мимолетное видение, Как гений чистой красоты. Фарида. Сақ есімде сол талайдың айлесы, Сен келесың көз алдыма, Асрет сылуғықтың шықтай таза үлгісі, Эң зейінлік қолман ясалған сурет. Молодец, Фарида, молодец, умница. Молодец. Сама не верю. Ну, видишь, получилось же. Получилось. Получилось. И тут ты понимаешь, для меня сложнее было всего, Как перевести вот эти последние строки. И жизнь, и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Получается, существительными я не смогла сказать. Оказывается, я сказала глаголами, Что вернулось во мне то, что я жил, любил, творил. То есть, как перевести на анагайский язык божество. То есть, это вера. То, что я верил. То, что любил. И плакал, и смеялся, и жил. Получается так. Ну, хорошо. Молодец. Здорово. Спасибо тебе, Фаридачка. Я получила вот настоящее удовольствие. Я думала, что нашим зрителям тоже было приятно. Я думала, что они пойдут, найдут твои книги, будут читать. И получать от этого такое же наслаждение, как я. Спасибо. Ну, теперь, с вашего разрешения, перейдем к супругу. Он тут притаился, слушает потихоньку. Кошалим. Он проникся. Да, да, да. Я понимаю. Он же родился в один день с Пушкиным, 6 июня. И у него Пушкин это любимый, это вот боготворимый поэт. Поэтому он это проник. Хорошо, Кошалим. Вы побывали на выставке персональной своего учителя, да? Ногайского известного художника Сраждина Абатырова. Ну, и в принципе, что бы здесь такого? Ну, побывал и побывал на выставке. Так выставка проходила не в Москве, не в России, а в Париже. Вот в чем дело, дорогие зрители, в Париже. А скажите, пожалуйста, Кошали, это вас пригласили или это была ваша идея? И как вы туда попали, учитывая современную политическую обстановку? Нас не очень-то во Франции жалуют. Трудно было? Ну, я бы сказал, очень трудно, но, наверное, легко, потому что появлялись люди, которые помогали. Вот первый от меня услышал министр культуры Зураб Замирович. Оказывается, он там работал в свое время, знает хорошо директора культурного и духовного центра России в Париже. Оттуда пришло письмо, именно на французском языке, что сыграло тоже большую роль. Звонили с посольства, тоже говорили, давайте делайте документы. Я как-то осекся, говорю, может быть сложно, нет, если мы вам звоним, тогда я подумал. Значит, многие уже как бы за меня вручаются, что в этот момент я что-то оговариваю, что-то не понимаю. Поэтому я поехал, это была выставка дуэта Бельгии, тогда я не смог. Моя учитель духовного срождения Батырова, это первая ногайская живопись. И сейчас состоялась в Париже с 1 июля по 24 июля. Но в связи с визой шенгеновской я как-то на, именно, открыть не смог, буквально на два дня. Но оказался я на месте, потому что французы, француженки, не говоря там, другие националисты, когда приходили именно в русский культурный центр, она расположена рядом Эйфелева башня. Насколько я знаю, в этой выставке были копии, да, представленные учеников, и только ваши оригинальные работы были. А как так получилось? Ну, это перевезли, приехали друзья хорошие из Германии, получили разрешение с Москвы. И срождение 10 работ живописных и 23 работы костюмов, эскизы костюмов, акварельная работа. Это действительно великолепная работа. И мои работы перевезли буквально через границу. Остальные копии, потому что один или два выставили как ногайские художники, мы оказались как бы спаянами благодаря срожденному и вдове срожденному Батырову Аклие. И когда приходили французы, интересовались, честно говоря. И поэтому я вот так попал оригиналом работ своих, что им было интересно. А скажите, вот Париж, да, столица моды, культурная столица, и тут вдруг ногайская поэзия. Посетителей было много, вот им интересно было, кто приходил на вашу, на выставку? Все, честно говоря, я уже сказал, он был в центре, и когда люди гуляли, там еще внизу была передача Рахманина, внизу. Они как бы попадали не туда, говорили Рахманина, а когда видели, можно посмотреть. Люди вот так попадали. Другие приходили целенаправленно. Сначала узнавали, тем более реклама была хорошая. И мне понравилась вот именно категория французских, скажем так, людей. Они любопытные. Тем более это уникальные работы, хотя вначале мы думали на национальные, национальности в России очень много, но они любопытны ко всем народам России, чтобы было отрадно увидено, услышано и рассказано. Потому что они задавали разные вопросы, даже не зная французского. Они буквально тыкали на какие-то, я объяснял. Благо появлялись переводчики, наши тоже были. Но они больше даже как бы поднимали руки, не надо нам переводить. Мы знаем, вот как вот это. Я буквально брал ножницы, показывал вот этот, допустим, орнамик как состоит. То есть приходилось как бы подчиняясь им делать те вещи, которые нельзя было заранее предугадать. Поэтому вот обоюдно происходило именно искусство, именно общение, именно то, что должно быть. Я очень рада, что вашу выставку посетили не только этнические ногайцы, которые проживают в Париже, во Франции, но и жители. А скажите, пожалуйста, говорят, есть такая пословица, поговорка, увидеть Париж и умереть. Действительно ли это так? Вы Париж видели, где-нибудь побывали, что произвело впечатление? Ну, честно говоря, я всегда гордо говорю, я учился в Санкт-Петербурге. После Санкт-Петербурга любой город, который за кордоном, для меня не нового. Но здесь меня удивили действительно монументальная архитектура, монументальная скульптура и мои кумиры. Я был именно на оригинальной выставке у Родена, у Сальвадора Дали. То есть ихнюю кухню видел. Обычно, когда мы проходим по выставке, видны работы, видны скульптуры и все. А нам хочется посмотреть кухню. То есть те каменные работы, которые не закончены, выставлены были у Родена. Какие-то точки, которые я знаю, обыденные, не знают. А это пункт термошины, которым наводим мы точки, убираем лишнее, останавливаем где-то миллиметры, потом доводим. То есть мне тут даже хотелось, там французам рассказывают, а это же вот такая техника. Хотя я знаю, может, многие знают, а может, многие не знают, потому что это посетители. У Сальвадора Дали тоже много по кухне было, какие-то работы, я даже задавал вопросы. Это, кажется, копии. Они говорят, нет, он сам делал специально так, чтобы было видно, что это копия, а какие-то по краям добавляют оригиналы. Ну и главное, самоподпись Сальвадора Дали на ручную сделана. И вот так тоже я, как бы, видя какие-то подвохи, попадал в реальность, потому что люди, рабочие, которые, в смысле, духовно, которые творчески работают, они ихнюю кухню посмотреть надо. Поэтому мне было вот это отрадно. Я увидел их кухню, моих кумиров. Еще я побывал, увидел надгробие Наполеона. Ух ты! Именно его надгробную делали русские мастера из русского камня красного, полировали и поставили на этом месте. Это музейный центр, туда народ много стоит. Я тоже постоял, зашел, потому что это надо увидеть, это наша история. И что, они там подписи оставили? Внизу они делали мозаичные. Его просто не обязательно надо подходить, это тоже сделать. Еще можно смотреть сверху, панорамные есть. Я сверху смотрел, и видно было, что какие он, как бы, делал подвиги, какие сражения, как бы, он участвовал. Поэтому он напален. Поэтому первым числом было написано «Москва». То, что он Москву взял. Понятно. Ненадолго. Хотя, когда вот надгробие делали, вроде бы французы согласились, что никаких надписей не будут делать. И будет вот это монументально огромное шедевр действительно именно надгробной каменной плиты. Вот это музейная ценность. Ну, в общем, получилось, что вы действительно не просто побывали на высадке своего учителя, да? Пообщались с французами, но и получили удовольствие как художник. В первую очередь. Да. Ну, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. И у меня к вам такой вопрос. К обоим. Ваша жизнь была насыщена разными событиями. Была в жизни и горькая, и плохая, и хорошая. Фарида, что осталось за бортом? О чем ты мечтаешь? Что бы тебе хотелось больше всего? Я мечтаю о мире. Больше всего я мечтаю о мире. Понятно. Ну, и, наверное, о новой книге. Ну, новая книга, я думаю, о новой книге мечтать и не надо, потому что новая книга, она у меня уже здесь. И у меня после этой книги столько стихов написанных, что... Можно издавать новую. Можно издавать новую. Это даже не мечта, понимаешь? Мечта – это что-то вот такое высокое, заоблачное. А новая книга – это будущая реальность. Ну, дай бог, чтобы так и было. Кошали, а вы о чем мечтаете? Что бы хотели? Что все творческие люди и я увидели подлинно работу своих кумиров без всяких виз. Все было доступно. Ух ты. Ну, может быть, доживем когда-нибудь. Кому они же мы устроили, устроили. Может быть, и до такого времени доживем. Ну, это уже было и будет дальше тоже. Ну, что ж, дорогие мои, я очень рада, что вы пришли. Так с вами интересно. Жалко, что передача наша подходит к концу. Можно было говорить еще долго-долго. Я желаю вам творческих успехов, внимания публики, зрителей. Будьте счастливы. Спасибо, Олочка. Спасибо большое. Спасибо всем. Ну, что ж, дорогие зрители, надеюсь, вам было интересно и вы получили такое же огромное удовольствие, как и я, от наших гостей. Я прощаюсь с вами. Увидимся ровно через неделю. Хороших выходных! Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!